Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о последней, 14-й главе книги пророка Захарии. Здесь пророк снова, с нескольких точек зрения, говорит о дне посещения, дне Господнем. И день Господень предстает здесь как момент, когда в конечном итоге воля Божья торжествует. Господь говорит, соберу все народы против Иерусалима. Множество людей ополчаются против народа Божьего. И вот удивительно, оказывается, это Божий замысел. Оказывается, Иерусалим, отрекающийся от пастыря, платящий за него 30 серебряников и пронзающий его, вот сам становится объектом вражды, ненависти и грабежа. И Господь говорит о бедствиях, которые снова и снова наваливаются на Иерусалим, потому что нет призывающих имя Господне. И тем не менее, Господь говорит, но тогда снова выступлю против этих народов, как ополчился в день брани. И станут многие его на горе Елеонской. Ну, средневековые толкователи, конечно, имели в виду сразу увидеть здесь икону Вознесения на горе Елеонской или беседу на горе Елеонской Господа Иисуса Христа с учениками. И едва ли Захарий имеет в виду здесь вот такие подробности. И для него важно сказать, что во всех перипетиях, как бы что ни менялось, отношение жителей Иерусалима к Богу, их доверие, участие в завете или отказ, Бог остается здесь. Станут ноги его на горе Елеонской. Он ополчится, как ополчился в день брани, в день, когда возвращал Израиль из плена. И вот эта гора Елеонская становится местом Божьего присутствия, все так же попаляющего всякий гнев и заговор народов против Иерусалима. Бог придет, и все святые с ним. Бог придет, и все святые с ним. И в этот день, говорит пророк, не будет света, светило удаляться. День единственный, ведомый только Господу. Ни день, ни ночь, лишь в вечернее время явится свет. И снова мы видим, как непостижимым образом пророк, второй Захария именно это для него характерно, вдруг, говоря о смысле событий исторических, вдруг видит какие-то удивительные детали. День, когда не станет света, ни дня, ни ночи, только вечером какой-то свет явится. Ну, обычно это люди воспринимают, читатели воспринимают, как некое предсказание о второстепенных деталях Страстной Пятницы. Второстепенных деталях, не сущностных. Но вот это будет вот такой день. Вероятнее всего, и впрямь, Захария говорит о дне искупления, когда на кресте умирает пастырь добрый, люди скорбят о нем, и это становится источником для очищения. Вот это меняет жизнь. Живые воды потекут из Иерусалима. Эти живые воды – человеческое отношение к страдающему Богу. То человеческое отношение, которое делает наши сердца не каменными, а живыми. Вот это тот единственный день, когда, собственно, спасается Иерусалим. И в тот день будет Господь един, и имя Его едино, одно для всех, единственное имя Бога. И Бог будет царем над всей землей. Вот таково, собственно, пророчество, что предрекает пророк своим слушателям. День, когда один Бог будет нашим Господом, одно будет Его имя, и мы наполнимся той живой водой, которая очистит наши сердца. И это будет наша скорбь и слезы у подножия креста. И тогда будет Иерусалим стоять безопасно. При этом пророк говорит о том, что Господь поразит всех тех, которые воевали против Иерусалима. Здесь довольно поэтичный образ, там исчахнет у них всех тело его, один схватит другого за руку, они между собой передерутся, вместо того, чтобы поражать Иерусалим. Будет поражение и коней, и ослов, и так далее. Между собой передерутся все те, кто собираются победить и уничтожить Иерусалим. И все из народов будут после этого, из года в год, приходить для поклонения Господу Саваофу. Как и первый Захария. Второй Захарий тоже заканчивает, ну или, может быть, боговдохновенный редактор. Того и другого пророков заканчивает вторую половину книги снова мыслью об универсальности спасения, о том, что Бог предназначил спасение всем народам. Если какой из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения, не будет дождя у них. Ну, вероятно, тоже можно считать поэтической гиперболой. Тем не менее, смысл-то совершенно прозрачный. Бог открывает себя и открывает себя в пронзенном на кресте добром пастыре для того, чтобы все племена могли в нем поклониться Господу Саваофу. И вот, когда это будет происходить, когда все племена соединятся в этом поклонении Богу, тогда и вся жизнь, и весь мир, и весь Иерусалим станут святыней Господней. Саваофу